МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Забайкальский край приехал первый заместитель министра сельского хозяйства России Джамбулат Хатуоф. Он посетил пострадавшие от степных пожаров района Забайкалья и пообещал компенсацию ущерба сельхозпроизводителям уже до 15 июня. Замглавы Минсельхоза России встретился с главами крестьянских фермерских хозяйств и владельцами личных подсобных хозяйств Анонского района. Он рассказал, что вместе с ним приехали специалисты из Минсельхоза России, которые сейчас в Чите готовят сметную документацию для восстановления строительства животноводческих стоянок, жилых домов и других объектов сельскохозяйственной инфраструктуры. В лесах Забайкалья везен режим чрезвычайной ситуации регионального характера. Вход в лес ограничат. Постановление 27 апреля подписал в Рио губернатор Александр Осипов. Документ опубликовал телекрам-канал зап.ру. Руководителем ликвидации ЧС назначен исполняющий обязанности зампредседателя правительства Андрей Гурулев. В районах будет развернута система контрольно-пропускных пунктов для ограничения доступа в лес. Районным властям рекомендовано запретить проведение сельхозпалов, ограничить пребывание граждан в лесах. По состоянию на утро 29 апреля в Забайкале действует 7 лесных пожаров на площади 3,5 тысячи гектаров. Движение по улицам Ленина и Ленинградской будет перекрыто утром 1 мая на время проведения праздничных мероприятий Дня, Весны и Труда. По информации мэрии, с 9 до 9.30 запланировано шествие Краевого комитета КПРФ от Центральной площади до площади Ленина, который завершится часовым митингом. В 10.40 начнется демонстрация КПРФ от улицы Выставочной до площади Ленина. Митинг профсоюзов пройдет с 11 до 11.30 утра.